Здравствуйте, дорогие подписчики и посетители нашего канала! Уже февраль месяц и пора подумать о том, какие нам нужны препараты для сада и огорода. Скоро уже нужно будет опрыскивать деревья, кустарники, может быть что-то нужно подкупить, или сделать ревизию, посмотреть, что осталось с прошлого года. И вот сегодня я достала те препараты, которые мне остались с прошлого года, которыми мы пользуемся и хочу вам немножечко рассказать, для чего эти нужны препараты. У меня в руках препарат ТАПАС, этот препарат от мучнистой росы. Это не порошок, а суспензия. Суспензия очень хорошая для использования в опрыскивателях. Опрыскиватель не забивается, хорошо суспензия растворяется. И замечательно это средство, мы им пользуемся уже много лет. Вы наверное замечали, на крыжовнике, когда появляются темные листочки, чернеют листочки, пятнышки, а потом это переходит на плоды. Плоды покрыты налетом войлочным, темным. Так вот это и есть мучнистая роса. А многие говорят, что это выпал какой-то дождь, и что кусты поразились, кусты надо выкапывать, выбрасывать. Так вот, если вы будете обрабатывать до цветения и после цветения этим препаратом, и если вы будете для профилактики еще поздно осенью опрыскивать, ну, можно бордоской, другим препаратом, допустим, бордоской смесью, то вы заботите, что такое мучнистая роса. И кусты у вас будут здоровые, красивые и будет хороший урожай. Это препарат Хорус, который мы часто применяем от курчавости персика. В какой-то литературе я читала, что этот препарат был специально разработан для персика от курчавости. Возможно, вы замечали, когда весной начинают листочки скручиваться. Вот это и есть курчавость. И потом эта болезнь, она тормозит развитие дерева и, соответственно, плодов можете не ждать. Препарат этот применяется до цветения и после цветения. Особенно эффективно его использование, когда называют по розовому конусу. Когда цветочек персика только-только наклевывается. Его немножечко видно, но он еще не раскрылся. А дальше уже можно применять биологические препараты. Очень хороший этот препарат от манилиоза. Возможно, вы замечали, когда начинают зацветать абрикосы, вишни, некоторые сорта очень сильно поражаются манилиозом. То есть происходит усыхание концов веточек вместе с цветочками. И потом они на протяжении всего лета черные, некрасивые, с сухими цветочками. Так они и остаются в зиму. А также сильно поражается манилиозом войлочная вишня. Так вот, этот препарат просто замечательный от этой болезни. Также можно использовать этот препарат от парши, плодовой гнили для яблонь, груш. А также можно использовать этот препарат от серой гнили, оидиума, мельди для винограда. Можно использовать для опрыскивания земляники от серой гнили, от мучнистой росы, а также от бурой и белой пятнистости. Каллоидную серу можно также использовать от мучнистой росы, но ни в коем случае не использовать для крыжовника, так как листва у вас осыпятся. А также можно использовать для защиты плодовых, овощных, цветочных культур и винограда. Лично мне этот препарат нравится тем, что он эффективный на винограднике от клеща, оидиума, пятнистости. На клеща этот препарат действует испарениями серы. Эффективный от 20 до 30 градусов. Ниже 20 градусов испарения не происходит, а выше 30 градусов можно пожечь листья. Также этот препарат можно использовать для капусты, от черной ножки и килы. Иногда мы пользуемся препаратом ГНОК. Это очень эффективный препарат, но он сильный, ядовитый, и им нужно очень аккуратно пользоваться. Не часто. Вообще-то он рассчитан для фермерских хозяйств, а на приусадинном участке им надо очень-очень осторожно пользоваться. Это если очень нужно, если что-то сильно поражено, вот тогда можно его использовать. Использовать его можно только до распускания почек. И пользоваться раз, может быть, в два года. Эффективный препарат и от болезней, и от вредителей. Можно его и применять для плодовых деревьев, на виноградной лозе, для кустарников. Этот препарат уничтожает буквально всех вредителей и все болезни. Очень часто мы используем вот такой препарат, хилат железа. Это когда нехватка железа. И, может быть, вы часто замечали, когда деревья, особенно молодые, яблони, груши хлорозят. То есть, листья становятся очень-очень светло-зеленого цвета или даже почти белые. То есть, это нехватка железа. Железа даже может быть достаточно в земле, но когда почва карбонатная, то есть, много известий, и железо это не усваивается. И поэтому нужно выполнять вне корневую подкормку этим препаратом. Этот препарат хороший для лечения от хлороза деревьев, кустов, а также овощных и плодово-ягодных культур, и декоративных растений, а также цветов. Этот волшебный порошок называется корневин. Часто мы его используем при черенковании для хорошего корнеобразования. Используется этот препарат для укоренения саженцев плодовых, ягодных, декоративных, цветочных культур, а также для ускорения корнеобразования при черенковании, улучшения приживаемости рассады при пересадках. Этим препаратом мы пользуемся уже очень давно. Это укоренитель для саженцев, семян и рассады. Эта коробочка рассчитана на 450 литров, то есть хватает очень надолго. Сюда входят и перчатки, и мерная ложечка, и вот такой вот пакетик, в котором достаточно много порошка. В этот порошок входят и микро, и макроэлементы, фитогормоны, гумат, витамины, янтарная кислота. Какой же способ применения этого препарата? Можно поливать саженцы и рассаду, можно выполнять вне корневую подкормку, а также замачивать семена. Есть также препараты этой фирмы для хвойных растений, а также для цветов. Мы очень хорошо использовали этот препарат для удобрения роз. В данный момент у нас уже пока нет этого препарата, уже мы его израсходовали, нужно будет приобретать. Это препарат Атлет. О нем мы упоминали в одном из наших видео выращивания рассады помидоров в теплице. Значит, когда у нас рассада начинала перерастать, мы использовали этот препарат для сдерживания роста, для того, чтобы корневая система хорошо развивалась и чтобы растение было крепкое. Также можно использовать этот препарат для продления цветения хорошочных и садовых цветов и кустарников. Этот препарат суперфосфат, я думаю, всем знаком, все его знают. Лучше, конечно, вносить его осенью под зиму, так как растворяются эти гранулки долго. Мы используем, когда готовим почву, для зеленого черенкования, чтобы лучше образовывалась корневая система. Это табачная пыль, средство борьбы с насекомыми и вредителями. В этом году я хочу сделать состав, в который будут ходить другие еще компоненты. Он довольно сложный состав этот. Я думаю, мы снимем фильм и покажем, как опрыскивать деревья и кустарники рано весной. Это препарат Байкал-М. Я думаю, тоже многим известен замечательный препарат для переработки органических и пищевых отходов в компостной яме. Этим препаратом можно обрабатывать почву, а также опрыскивать комнатные растения и рассаду. За счет того, что в этот препарат входит полезная микрофлора, при внесении в почву уничтожается потогенная микрофлора и улучшается состояние почвы, а также растений. Это препарат Фитоспорин. Фитоспорин – это препарат-биофунгицид для лечения и профилактики грибковых и бактериальных болезней. Сегодня я рассказала вам о некоторых препаратах, которыми мы пользуемся и которые остались у нас с прошлого года. Но на самом деле мы используем намного больше препаратов. И, возможно, в следующий раз мы расскажем и о других. А сегодня все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...